Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области появится крупнейший в мире производитель березовой фанеры. Предприятия лесной промышленности региона восстановили объемы производства после 2022 года и будут развиваться. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов в интервью федеральному каналу «Россия-24». Он отметил, что поступления в бюджет от лесной сферы растут. В 2022 году это было 3 миллиарда рублей, в 2023 – 4 миллиарда. Губернатор также рассказал о росте производства. Так, одно из лесопромышленных предприятий после запуска новой очереди производства, она уже монтируется, станет самым большим в мире комбинатом, который производит березовую фанеру. Имущество на 11 миллионов рублей изъяли у бывшего замминистра в Кировской области. Экс-сотрудник Минздрава купил на неподтвержденные декларации доходы «Квартиру» в Кирове за 5,5 миллионов рублей, «Фольксваген Туарекс» за 4,3 миллиона тысяч и два машиноместа. Оформленные все покупки были на родственников экс-чиновника. При этом его совокупный доход с женой за три года составил чуть более 4 миллионов рублей. Прокуратура обратилась по этому факту в суд, и ее требования были поддержаны. Обжаловать решение суда ответчику не удалось. В эфире «Экономика». 7 тысяч работников нужны на промышленные предприятия Кировской области. Сейчас не только идет активный их поиск, но и перестраивается работа учебных заведений. Например, за последние два года число мест на специальности машиностроения выросло более чем в два раза. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов во время выступления на пленарном заседании со Федом. А для того, чтобы больше выпускников поступало на инженерные специальности, в регионе введены специальные выплаты для учителей физики и математики, которые обеспечивают качественную подготовку к ЕГЭ, добавил глава региона. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Мария Кожевникова, новости экономики в Кировской области.